В активную фазу донорства наш регион вступил в начале прошлого столетия. В 1902 году в одном из уездов тогда еще Симбирской губернии впервые осуществили трансфузию. Сегодня в России в переливании крови ежегодно нуждается более полутора миллиона человек. Областная станция переливания крови в год заготавливает до 18 тысяч литров цельной крови. Мы продолжаем цикл передачи о тех, кто спасает жизни, о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона, о передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизни». 626 городов во всей стране, где работают сейчас службы переливания крови. Ульяновская областная станция заготавливает, перерабатывает и хранит кровь и ее компоненты для 34 лечебных учреждений города и области. Марат Орегович, ну расскажите, чем же так отличается наша станция? Есть у нее какие-то особенности? Особенности есть, но я бы сказал просто, так сказать, наша станция, во-первых, гордится, так сказать, своими донорами, во-вторых, естественно, сотрудниками, ну а в-третьих, наша станция входит в топ-20 всех станций, которые они провели в Российской Федерации. Техническое оснащение сейчас появляется самое современное, то есть начиная от апробации, да, то есть на сегодняшний день, так сказать, нам не страшны те инфекции, которые передаются с кровью, это однозначно совершенно, то есть мы со стопроцентной венности, я могу сказать, что мы заразить практически никого не можем, естественно, да, почему? Потому что вся кровь тщательнейшим образом апробируется. И те риски, которые были, так сказать, ранее, они исключены. Вот это, знаете, самая основная, так сказать, и уникальная часть именно работы станции переливания крови. Причем любой станции переливания крови включается, в том числе и наше, естественно. Четыре года назад областная станция вела в эксплуатацию новый модуль службы крови. Старого здания сюда переселили большую часть отделений. Вот, к примеру, на первом этаже располагается регистратура. Именно отсюда начинается путь каждого донора. Он предъявляет здесь паспорт, ему отдают все необходимые документы, чтобы потом он мог пройти предварительный осмотр у врача. Врач-трансфузиолог полностью осматривает донора, он проводит его медицинское свидетельствование. Проводит осмотр кожных покровов, слизистых, проводит измерение температуры тела, давления. Затем проводит аускультацию, это выслушивание легких, сердце, чтобы ритмичный был пульс, измеряет частоту пульса. Умеренный пульс, допустимый вес, давление в пределах нормы. Нет патологий со стороны внутренних органов и тяжелых хронических заболеваний. В этих случаях доктор дает добро на сдачу крови. Но, увы, донором может стать не каждый. При малейших отклонениях пациент получает отказ или, если говорить профессиональным языком, отвод. Донор отводится или постоянно от донорства, или на определенный период. Ну, вот, например, для донора не должно быть вес меньше 50 кг, потому что доза у нас большая, 450 мл – это физиологическая доза. Существует электронная база данных на донора, на все население. То есть из учреждений к нам передается информация с такими заболеваниями, которыми нельзя сдавать кровь донору. Второй этаж модуля полностью оборудован под лабораторией и операционной для сдачи донорской крови. Также здесь есть зал для забора компонентов крови, плазмы и тромбоцита. У нас есть два метода производства концентрата тромбоцитов. Первый метод – это из дозы донорской крови. То есть донор, как обычно, донор крови освидетельствуется, оформляется, приходит, задает дозу крови, равную 450 мл. И из этой дозы крови мы делаем одну дозу концентрата тромбоцитов. И второй метод – это метод аппаратного тромбоцита фереза. Донор заранее оповещается о том, что возникнет такая необходимость, такая ситуация, что его могут вызвать на данную процедуру. Донор заранее готовится, то есть соблюдает диету, соблюдает режим питания, режим дня соблюдает. Обязательно должен быть выспавшийся, отдохнувший донор. И на следующий день он приходит, мы его освидетельствуем точно так же, обследуем, его кровь исследуем и сажаем на аппарат. И от него заготавливается уже такое количество тромбоцитов, которое было бы заготовлено при ручном методе от 12 доноров. А это святая святых. Клиника-диагностическая лаборатория. Здесь ежедневно трудятся не только люди, но и автоматизированное оборудование или помощники. Так их ласково называет весь медперсонал структуры. Этот автоматический анализатор за 50 минут определяет группу крови, резус-фактор и антитела у 32 доноров за один раз. Работает он по методам магнетизированных эритроцитов. Мы загружаем сюда пробы, и через определенное время он нам выдает результаты. К каждому донору, при каждой кроводаче мы проводим такие исследования. Более сложные у нас методики – это определение фенотипа. Кроме группы крови, резус-фактора мы еще определяем фенотип первичным и вторичным донором. Кровь – это живая ткань, для хранения которой от заготовки до переливания необходимы определенные условия. Сейчас мы находимся в отделении карантинизации. Сюда плазма крови попадает уже в свежезамороженном виде. Скажите, пожалуйста, чем занимается еще отделение и какие условия для хранения плазмы крови здесь есть? Плазма крови хранится при температуре минус 40 градусов в морозильных камерах на 10 тонн и на 3 тонны. Плазма поступает в отделение уже в замороженном виде и раскладывается по корзинам согласно группе и резусу. В специальных контейнерах в замороженном виде сюда поступают и клетки крови. Сроки их хранения – до 10 лет, а максимальная температура морозильных камер – 85 градусов со знаком минус. 140 тысяч человек. Такое количество доноров, согласно данным станции переливания крови, сегодня насчитывается в Ульяновской области. Звание «Почетный донор России» носит свыше 10 тысяч жителей региона. Среди них есть и наш герой Андрей Топилин. Впервые мужчина сел в кресло донора, будучи студентом. Просто ради интереса, как все это будут ощущения после сдачи. Ну, по разговорам слышу, что как-то способствует улучшению здоровья вроде. Ну, а что, молодые годы были, ну, решил попробовать. Ну, и как были ощущения после первой сдачи крови? Ну, первый раз вообще непонятно, что это было. Хотя там и говорили люди, что ухудшение, что от головокружение. Ну, как-то такого вообще не получилось. То есть, не ощущал вообще ни дискомфорта, ни что такого не было. Как признается сам Андрей, ульяновская станция переливания крови стала для него вторым домом. Сколько спас жизней, он точно не знает. Но на сегодняшний день мужчина добровольно сдал кровь 250 раз. И это далеко не конечная цифра. А донор для вас, как вы считаете, это призвание или что это? Ну, призвание, это как бы в душе, это твое. Не то, что там положено, а как бы крик души, вам сказать. Что нужно помочь людям, тем же детям, тем же попавшим в аварию или что-то людям. Субтитры создавал DimaTorzok